Привет, ребята, я Шми. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в Беверли-Хиллз, в Калифорнии. И позади меня расположился буквально монстр из Беверли-Хиллз. Брабус G700 AMG 6х6. Этот аппарат просто сумасшедший. Сегодня мы встретимся с R.D. Возможно, вы видели его в Инстаграме. Здесь много разных машин. Этот 6х6, SVJ, Veron сзади и еще парочка машин. Но сегодня мы возьмем эту машину и поедем раздражать всех на улице. Надеюсь, не сильно, но мы прокатимся на ней. И я думаю, мне удастся даже посидеть за рулем. Эта машина настоящий монстр. Давайте же заценим ее, посмотрим на другие машины и прокатимся. Мы окружены просто эпичными машинами. Давайте поздороваемся с R.D. Как твои дела? У меня все отлично, как твои? Добро пожаловать в Беверли-Хиллз. Спасибо, мы уже пересекались в Майами. Ребятам очень интересно, где же твоя Ла Феррари? Это точно. Мы переписывались в Инстаграме, но наше расписание не совпало. Но я не сожалею об этом, потому что я совсем не говорил вам про машины, которые позади нас. Мы окружены твоими самыми эпичными машинами. Да, спасибо, что приехал. Хорошо, что здесь нет дождя. Это точно. В Майами он был часто. Так, ну мы вернемся к ней совсем скоро. А сначала расскажи мне немного об этом 67 Камара с ее классной историей. Да, история и правда классная. Все деньги от ее продажи пошли на благотворительность детям. Она была построена компанией WD-40 совместно с Сима. Они объединились с фондом благотворительности и пожертвовали все деньги от продажи этой машины. И Берри Джексон продал ее прошлым летом где-то за 165 тысяч долларов. И все деньги были переведены в благотворительный фонд, который оберегает детей. И это было здорово. Именно по этой причине эта машина прекрасная. Это уж точно. Ого, как же чисто. Каждая гайка или болт новые на этой машине. Она проехала всего 200 миль за год. Здорово, окей. Я напомню вам, что мы окружены еще и другими машинами. Мой Ford GT, Aventador Roadster. Тебя настолько затянуло в эту индустрию. Через твои руки прошло столько прекрасных машин. Это правда. Ты знаешь, самая моя любимая машина на все времена это 6х6. Которая прямо позади нас. И всего парочка стоковых. Очень тяжело достать. Но если ввозить ее по правильному, то она на вес золота. Но это именно американская машина? Да, она не для шоу или выставок. Можно спокойно ездить на ней. Сколько угодно миль без ограничений. Ну и здесь полный пакет от Brabus. Это просто монстр. Я сразу заметил карбоновый капот. Фары на крыше. Карбоновые юбки. Я думаю, они всегда их делают такими, не так ли? Да, и люди думают, почему же она такая дорогая? Но блин, да, ты можешь полететь в Европу. Да, ты можешь купить себе одну такую за 800 тысяч или миллион долларов. Но перевезти ее сюда придется самолетом. А весит она 3,8 тонны. Я про это же. Она очень тяжелая. Очень и очень тяжелая. Затем вам нужно ждать где-то от 6 до 12 месяцев, чтобы правильно завезти ее в страну и зарегистрировать. И когда вы сделаете это, вам придется прятать ее от грабителей. Посмотрите на экстерьер. Я уже молчу про интерьер. Давайте заценим его. Давайте же посмотрим. Это интерьер Brabus 700 в белом стиле. Белый карбон. Ого, здорово. Уникально. Эксклюзивные коврики. Эмблема 700. Если вы еще не поняли, то 700 это количество лошадиных сил. 5,5 литра Твин Турбо В8. Мое самое любимое. Выхлопом можно управлять прямо с руля. Управление выхлопом от Brabus. Им очень здорово управлять. Выхлопные патрубки прямо здесь. Сзади сделано все точно так же. Просто загляденье. И мы сейчас говорим о 2013 годе. Где-то так. 2014. Это был год, когда они выпустили их. Ну а сзади, сами понимаете. Ты возишь сзади камень? Да, почему бы нет? Это просто самый настоящий монстр. Очень тяжело осознать габариты этой машины, пока не поставишь рядом SVJ. И линия крыши SVJ проходит даже ниже арок этого 6х6. Мне нравится SVJ. Матовая красно-черная краска и золотистые диски. Что это за диски? Брикстон Форджет. На этой машине очень и очень весело гонять. И даже очень легко. Я думаю, этот Авентадор самый хардкорный из линейки. Аэродинамический пакет от Lamborghini. А здесь Авентадор Родстер С. Ого, как здорово! Красная кожа и зеленый цвет. Это очень красиво. Бесподобно. Итак, что же у нас здесь? 6х6. Камара. SVJ. Авентадор Родстер. И мы кое-что забыли. Да, здесь черная машина. Мы быстро на нее посмотрим. Ну давай. Здесь переделанный интерьер. Черная комплектация. Еще она чуть быстрее. Сочетание цветов просто космическое. Она выглядит гораздо бодрее, чем обычная машина. Это точно. Круто! Вау, 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 вау. Давайте посмотрим спереди. О, здесь еще одна машина. Сейчас посмотрим. Бугатти Veyron. Красная. Очень необычный цвет. Одна из моих любимых машин. Бугатти был моим первым суперкаром. И они были моей любимой командой. Она быстрая, удобная. На ней удобно и легко ехать. Давайте заценим ее. Это оригинальная 16.4 Купе с тысяча одной силой? Ого, коричневая кожа. Тебе не нравятся машины с салоном типичного цвета, не так ли? Это точно. Мне нравится такое сочетание. А здесь еще стоят удобные сидения. Это и добавляет комфорта. Здесь также стоит подвеска Super Sport, которую ставят на Бугатти. И она стоит около 90 тысяч долларов. И владелец, у которого я купил машину, уже поставил ее до меня. Окей. Я думаю, она смотрится очень классно. Знаешь что? Я думаю, пришло время взять ключи от 6 на 6. Я тоже так думаю. Пора покататься, устроить Родео на этих улицах и повеселиться. Пришло время, давай послушаем звук. Звучит здорово, не так ли? Четкий двигатель. Это все тот же Твин Турбо. Просто отличная версия. Единственная проблема – это очень высокий порог. Как же ты делаешь это? Естественно, он основан на предыдущем поколении Гелендвагена. Кстати, нас все еще не покидает SVJ. Но здесь... Это очень здорово. Очень и очень красиво. Брабус, как всегда, делает отличные материалы. Ого, а сзади у тебя целая звуковая система? Да, она очень громкая. Представляю. Вот и завелась SVJ. Она звучит очень похоже. Ну что ж, давайте же немного прокатимся. Главная проблема – это... Ого, отличная камера. Проблема в том, что это очень большая машина. Нужно разворачиваться очень аккуратно, чтобы случайно не задеть, ну, например, R8. SVJ тоже разворачивается. Что же за разнообразие машин на этой парковке? Ты много на ней ездишь? Я езжу на ней всегда. Тебя не смущает, что она большая? Или ты ездишь только по широким дорогам? Это главная причина. Это отличная штука для бизнеса. Это самый лучший бизнес-инструмент, который у меня когда-либо был. Когда ты приезжаешь на любую встречу на этой машине, люди сразу хотят с тобой пообщаться, узнать больше об этой машине. А это возможность пообщаться с потенциальным клиентом или завести себе новых друзей в мире автомобилей. Очень интересно. Я думаю, это потому, что о ней можно много говорить. Что это за машина? Откуда она у тебя? SVJ преследует нас сзади. Это просто танк. 700 лошадиных сил, 960 ньютон-метров момента. Максимальная скорость 160 км в час. Сегодня мы не будем ее разгонять. Покатаемся по Беверли-Хиллз. Вот это звук! У нее наверняка очень серьезные тормоза, учитывая ее вес. Не кажется ли, здесь слишком много крутых машин? Есть и суперкары. Здесь у многих есть такие машины. У меня вот было много суперкаров, включая LaFerrari. Но эта машина абсолютно меняет представление о них. В общем, машины разные бывают. Так, мы заметили новый Vantage. Он такой низкий. SVJ сзади. Там еще и М3. Ты понимаешь, насколько она большая, когда сидишь так высоко, например, рядом с этой машиной. За счет того, что у нее такой выхлоп, она становится буквально террористом в Беверли-Хиллз. Новый G63 звучит отлично, но он построен уже не так. Я видел ухмылку на твоем лице. Она звучит здорово. Мне это нравится в ней больше всего. Одной кнопкой можно выключить выхлоп. Сделать ее тише. Да, значительно тише, пока проезжаешь своих соседей. Ну а здесь наша крошечная Ламбо. Это флагман линейки Ламборгини. А винтадоры с VJ. В-12. А это знаменитое место в Беверли-Хиллз. Пальмы, асфальтная дорога. И этот террорист. Она издает так много звука, при этом едет очень динамично. И это реально весело. Пришло время пересесть. Уступишь мне? Да, сэр. Добро пожаловать в Беверли-Хиллз. Сделаем это. Очень высокий порог. А это М3 в цвете Марина Блу. Вы только посмотрите, в пакете Брабус все идет в черном цвете. Колеса просто огромные. Но мы еще не рассмотрели некоторые особенности 6х6. Например, эти переключатели на крыше. Здесь можно накачивать или спускать шины, если вы едете по песку или застряли. Дополнительный бак? Дополнительный бак. Точно, сначала расходуется первый бак, а потом уже второй. Используя эти переключатели. Режимы Гелендвагена, блокировка дифференциала, ну а ниже управление мультимедией. Нагрев, вентиляция сидений. А теперь... Смотри, все фотографируют нас. Пристегиваемся, к нам присоединился мой друг Джейсон. Гонщик 38, мы провели с ним очень много времени в США. Окей, поедем на ней будто бы на обычной машине. Дерзай. Режим драйв, нажимаю уже на тормоз и поехали. Семиступенчатая коробка, МГ, спид, шифт. А где тут спорт режим? А, точно, спортивный, комфортный, ручной. А это управление коробкой. Отличные лепестки от Брабус. Дорога вроде бы свободная. Управление очень интересное. Сразу понимаешь, насколько она здоровая. Включим ручной режим. На ней только на ручном режиме. Уху-ху-ху-ху. Это же просто корабль. Эра машин. Надеюсь, они создадут еще такую подобную. Я слышал разговоры про это. Что же за зверь? Чтобы приехать назад, мне нужно поехать направо? Да. На ней можно даже погонять. Она ощущается почти непобедимой. Я думаю, люди такие, что же это такое? Полоса, конечно, широкая, но не для этой машины. Если поехать на ней по Великобритании, например, по узеньким улочкам Лондона. И ты ездишь так? Ага, конечно. На ней мне бы пришлось убрать эти карбоновые арки и постоянно складывать зеркала. Ну или ездить вообще без крыльев. Точно. Это чувство. Как мы сидим. Мы настолько высоко. Это очень дико. Также забавно смотреть на SVJ сзади нас. Мы будто бы его телохранитель. Это SVJ. Но по сути, о таком телохранителе можно только мечтать. И знаешь, куда бы ты ни поехал на своем гиперкаре, лучшее, что может тебя сопровождать и полностью защищать, это Брабус 6х6. Сто процентов. Их здесь не так много. Эй, чувак, как дела внизу? Я тебя не слышу. Звучит не то чтобы неплохо, а просто эпично. Смотри, на той стороне продается фантом. Это лучшее место для этого. Да и вообще, это отличная идея продавать ее здесь. На обратном пути я спрошу, сколько они хотят за нее. Сделаю им предложение. Кто его знает. Забавный парень. Хочет, чтобы мы его пропустили. Да без проблем, залазь. Последствия могут дорого обойтись. Это не та машина, с которой мне хочется разбираться. На этой машине можно вклинуться хоть куда. Да. Именно так она и ощущается. Другая замечательная машина, которую я еще не показал, это новый Фантом. Фантом 8. Так, длинное шасси. Точно? Согласен? Очень интересно. Нам стоит доехать до нее, чтобы мы ее заценили. Согласен, думаю, они скоро ее покажут. И вообще, Фантом 8 это просто максимальная роскошь на колесах. Сто процентов. Невероятно. Она просто космическая. Я так наслаждаюсь внутри этой машины. Да-да, вот это чувство. Что еще стоит сказать? Это зверь из Беверли Хиллз. Извините, что я часто повторяю эту фразу. Но именно так я ее ощущаю. Это лучший способ описать ее. Она же просто гигантская и весит почти 4 тонны. Она так чертовски рычит. И она продается любому. Это просто машина этой недели. Именно так. Неделя крутых машин в Беверли Хиллз. Заезжаем в отель Монтэдж. Окей, здесь мне стоит быть осторожным. Я думаю, мы можем припарковаться прямо здесь. Здорово, что они сделали управление настолько воздушным. Удобно поворачивать. Окей, мы остановились. Нажимаем паркинг. Это было отлично, спасибо. Давай посмотрим на Фантом. Ого, удлиненная версия. Здорово. Посмотрим, что же здесь. Мне нравится этот цвет вместе с черным. Она единственная в своем роде. Особенно здесь в США. Здесь очень много функций. Кнопка для вызова водителя. Это просто отлично. А внутри полная тишина сзади. Мы можем сесть внутрь и немного ощутить ее. Я такую еще не видел. Я не ошибся, она такая же огромная и внутри. Сколько же места для ног. Здесь очень много места. Кнопками можно закрыть дверь. Открыть или закрыть шторки. Можно поднять или опустить перегородку. Здесь, наверное, пульт дистанционного управления. Абсолютно все здесь есть. Сейчас удобнее опустить перегородку. Звездное небо. Очень впечатляюще. Здесь буквально можно отдохнуть душой. Согласен. Полная темнота. И подвеска в этой машине просто мечта. И как я знаю из своего опыта, здесь очень умная система камер. И сейчас она стоит припаркованная. И из окна у нас четкий вид на Бугатти. Что же еще нужно для жизни? В любом случае, это очень круто. Спасибо вам за возможность посмотреть на нее. Все машины стоят здесь, в отеле Монтэйдж. Это просто нечто. Необычная машина. Дверь закроется сама. Просто опускаем ручку. Она очень и очень черная. Правда? Да. Ого, точно. Что же за машина? А спереди... Фантом. Надпись Фантом в торпеде. Как же это волшебно. Экран встроен очень элегантно в эту стеклянную панель. Эта машина бомба, это уж точно. Мне нравится эта дверь. Так что это просто супер. Я имею ввиду все эти машины здесь, на которые мы приехали посмотреть. Я не знал, куда занесет нас этот день. Но получив опыт с этой машиной, могу сказать, что это мое первое видео, где я езжу на G63 6х6. И не обычный G63 6х6, а Брабу G700 с крутящим моментом около 1000 ньютон-метров и мощностью 700 лошадиных сил. Это просто настоящий монстр. По-другому не описать. Шесть колес, три моста, портальный мост. Вы можете спокойно лечь под машину. Смотрите, сколько же здесь места. Клиренс просто безумный. Так что она просто очень впечатляющая. А сзади у нас достаточно места. Есть даже рама. Я не знаю, кому пришло в голову создать ее. Кто в Мерседесе сказал, мол, окей, давайте построим ее. Но то, что я могу точно сказать, что они сделали это. Что же за аппарат? Я очень благодарен тому, что смог приехать сюда и посмотреть на нее своими глазами. Большое спасибо RD, у него есть страничка в инстаграме, ссылка в описании. Переходите и подписывайтесь на него. Возможно, мы снимем еще больше видео о других машинах из этого видео. Например, LaFerrari, она находится в Майами. Но это был отличный день вместе с ней, как и это видео. Это все на сегодня. Спасибо вам за просмотр. И как всегда, скоро увидимся. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok